Через пару минут после концерта она уже перебралась из легкого платья в удобные джинсы и свитер. Пришло время утеплить и гусли. Они подпевали Елене Фроловой целых полтора часа. В этот 11-струнный инструмент певица влюбилась много лет назад, когда прогуливаясь по Суздале услышала уличного музыканта. В тот день он без лишних вопросов согласился дать незнакомке пару уроков. Сказал, гусли, да сейчас найдем тебя, найдем мастера, сейчас сделаем. Как играть? Да вот смотри, кладешь персты. Да это солнце, это луна. Потому что вот это вот луна, а когда играешь через струну солнца, там, собственно говоря, зажимаются те струны, которые не играют. И, собственно, дело в ритме. Все, как бы, ну как вот, ты как придешь там. Сейчас она с легкостью рукодельничает прямо на сцене. Из строчек известных стихотворений Елена придет. Голодичные романсы. Композицию сменяет история из жизни или любимая легенда. Певица постоянно общается с публикой прямо на сцене. Беседы продолжаются и после, прямо в тесной гримерке. Елена рассказывает ее слушатели удивительные люди. Приходят, как правило, люди творческие на мои концерты. Люди, которые сами что-то пишут, что-то ищут, что-то хотят в этой жизни. Потому что, если ничего не хотят, это что-то включаться надо. Если же надо включаться, понимают, что-то какое-то слово там. В этом накануне мы убедились лично. В Муз-колледже собрались и известные писатели, и литературоведы, и юные музыканты. Она очень такая душевная. У нее низкий голос. Ну, подходит к моему больше такому голосу. И поэтому мы решили ее взять. Еще мы ее пели на два голоса дуэтом. Визуально увижу ее впервые. Первый раз ее, правда, увидела в Шаламовском доме несколько лет назад. Но она там, к сожалению, не выступала. Я просто... Ах, Фролова! Вот она. Да, так, тихим голосом таким. А она олицетворяет собой поэзию. На гитарные мелодии Елена Фролова кладет стихи Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Александра Блока. Но в репертуаре певицы и обрядовые песни, и фольклор, и духовная музыка. Грешно человеку, к яму добрые люди. Программа Елены Фроловой – это только первый концерт в рамках масштабного проекта «Городские встречи». Его седьмой канал дарит Волокжанам в честь собственного юбилея. В этом году «Семерке» исполняется 25 лет. 30 декабря 1990 года вышла в эфир первая передача седьмого канала. Этим проектом «Городские встречи» мы решили отметить свой юбилей. И приглашать к нам в гости артистов, имена которых не занимают первых строчек хит-парадов. Они не очень мелькают в прессе, но от этого их творчества они становятся менее значимы и менее интересны. Следующий на очереди Алексей Архиповский. Виртуозного балалаешника в Лакжане услышат уже 13 ноября. Ольга Амелина, Николай Замараев. Новости Волгды.